Я вообще не против, Симоньян считает себя кавказцами, ну что мы и запретим что ли? Да пусть кто хочет считает себя кавказцами, добро пожаловать, приходите. Но от этого мы конечно не станем вас считать кавказцами, от этого вы кавказцами не станете. Но и запретить вам считать себя кавказцами мы не можем. Да ради бога, считайте как хотите. И никто не комментирует, не говорит, что с ними случилось, они погибли в ДТП, кто-то там не проснулся. Просто этих людей забыли, их больше нет. Ассаламу алейкум, Тумсо. Тумсо, почему Илья Яшин называет чеченских бойцов за свободу сепаратистами, а Шамиля Абасаева отмороженным террористом? Ассаламу алейкум ассалам. Ну это уже взгляд на эту войну, на наше противостояние. И то, что на эту ситуацию Яшин, допустим, смотрит с такой точки зрения, а что мне неприятно, я это не приемлю, но я это могу понять и как бы вести диалог, учитывая эти моменты. То есть это уже как бы такая политика, это дипломатия. Требовать, говорить, что нет, вы давайте сначала признавайте нас хорошими ребятами, а потом, ну, друзья, тогда никакой дипломатии не будет. Я вам напомню, что когда заключался мирный договор с Россией, между Россией и Ичкерией в 1997 году, на тот момент Россия официально называла Басаева террористом, рейд на Вуденовске, версию Вуденовске называли террактом, но это ведь не помешало нам заключить мирный договор. Поэтому, да, мы, конечно же, с этим не согласны, мы будем это оспаривать, но это не должно быть препятствием к тому, чтобы иметь диалог. Диалог в любом случае надо иметь. Брат, не в курсе, почему Кадыров убрал парня, имя не помню, но слышал, что называли Мамак. Здоровый такой, с Тайсоном он еще фоткался. Да, это была такая нашумевшая история, по-моему, 2009 год это был. Этот человек, которого называли Мамак, я тоже не знаю, как его настоящее имя, Он был с Аргуна, и был еще один, тоже аргунский, его называли Эби, называли как-то по-другому. Они были на тот момент очень такими известными фигурами в Кадыровской Чечне, Мамак был его личным охранником, постоянно рядом с ним ходил, а этот второй Эби, он был там начальником какого-то отряда, полка, чего-то в Аргуне. И были на хорошем счету, были приближены. Но в какой-то момент оказалось, что они готовили свержение Кадырова, причем путем его устранения. По крайней мере, их в этом обвинили. Я, конечно, не знаю, правда это или нет. Их в этом обвинили, но я склонен думать, что возможно, да, действительно, это имело место быть. И их тогда очень жестоко убили, ходили тогда фотографии. Я даже не буду сейчас это описывать, в общем их устранить. На тот момент был президентом Медведев. Я помню, Шумиха вообще очень серьезная была по этой теме. А Медведев до того, как это все произошло, он прилетал в Чечню. По всей видимости, там в Кремле тоже напряглись этой историей, так как когда он прилетал, эти люди тоже находились рядом. Соответственно, они могли президенту России нанести какой-то вред. То есть, понимаете, это все анализируется. В общем, Шумиха была очень серьезная. В итоге этих людей просто как будто бы их и не было. Представьте, это такие как бы значимые фигуры в окружении Кадырова, и в какой-то момент их просто раз и нет. Все. И никто не комментирует, не говорит, что с ними случилось. Они погибли в ДТП, кто-то там не проснулся от передозировки наркотиков, умер. Ничего подобного. Просто вот, просто этих людей забыли. Их больше нет. Вот так вот их убили. Томсо, а что тебе нравится в Швеции? Приятная для жизни страна? Да, очень приятная, комфортная страна. Ну, сейчас что конкретно нравится? Перечислять, наверное, это будет долго. Многое нравится. Даже климат, который меня поначалу напрягал. Казалось, что вот тут холодная такая страна. Мне очень нравится здесь климат, потому что лето, оно прям такое приятное. Никакой жары, прохлада. Летом ты выходишь сверху, одеваешь какую-то куртку. Ну, это прям очень комфортно. Особенно для нас, для людей из Кавказа, у которых лето – это очень тяжелое время года. Духота, жара. Здесь оно, конечно, очень комфортное. Зима прям как в сказке такая красивая, как вот из детских каких-то мультиков. Такая снежная, белая, все деревья такие в снегу. В общем, много позитивных моментов. Есть какие-то вещи, которые для нас непривычны. Есть те, которые сложные. В общем, в этой стране жить комфортно. Если в целом давать оценку, то да, комфортно. Тумсу, ас-саляму алейкум. В чем смысл Адату создавать сайт, если его запросом заблокируют на территории России Роскомнадзор? Так же, как Чечен, Инфо, Кавказ, Пресс и другие. Алейкум ас-салям. Я видел сегодня сообщение от Адата, что они запустили свой сайт. Но я попытался перейти на него, но, к сожалению, не получилось. Видимо, пока еще не работает что-то, какие-то проблемы. Что касается запуска сайта, я считаю, это очень хорошо. Это правильно, это разумно и логично. То, что его могут заблокировать на территории России Роскомнадзором, да, конечно, могут. И, скорее всего, это сделают. Ну и что? Все равно сайт должен быть. И точно так же, как с помощью VPN и так далее, можно обходить все эти блокировки, пользоваться Телеграмом или какими-то иными приложениями. Так же можно будет заходить и на этот сайт, все заинтересованные смогут его посещать со своих мобильных гаджетов. Да, это, конечно, усложнит это. Не все смогут пользоваться этими VPN и так далее. Но кому надо, как говорится, тот сможет. Кто меня знает, тот меня знает, как говорил Дугазаев. Так что это отличная идея реализации проекта. Я с этим поздравляю Адат. Пусть продолжают в том же ритме. Я считаю, что эти ребята делают очень плодотворную работу. За Кавказе это придуманный совками термин, потому что типа Севкав это РФ и это Кавказ, а все остальное за Кавказе. По такой логике тогда Севкав тоже не Кавказ, а пред Кавказе. Мне неинтересен этот спор. Ваше знание географии, ваше видение на географию. Ну, что поделаешь, вы могли бы с таким же успехом приписать Кавказу и часть Европы, сказать, что это Кавказ. Ну, окей, у вас такое мнение. Тем не менее, мы-то сами кавказцы прекрасно понимаем, кто кавказцы, а кто не кавказцы. В конце концов есть ДНК-генеалогия, которая показывает, что грузины это часть кавказских этносов. Но не азербайджанцы и не большинство азербайджанцев, среди азербайджанцев, конечно, есть кавказские народы, которые стали, ассимилировались, так скажем, с азербайджанцами. И не армяне, это чисто даже по ДНК это можно оценить. Ну, а так, вообще, логика людей, которые говорят подобное, ну, окей, тогда если Азербайджан и Армения с Грузией это Южный Кавказ, а где тогда за Кавказе? Это кто? Это Иран, это Турция, это Болгария, Греция? Это за Кавказе. Ну, это же бред. Почему вы пытаетесь то, что как бы веками, да, уже установилось то, чем пользовались всегда, теперь вы пытаетесь это поменять просто в свою угоду, чтобы оправдать слова какой-нибудь Симоньян там или еще кого-то. Я вообще не против. Симоньян считает себя кавказцами, ну что, мы не запретим, что ли? Да пусть кто хочет считает себя кавказцами, добро пожаловать, приходите. Но от этого мы, конечно, не станем вас считать кавказцами, от этого вы кавказцами не станете. Но и запретить вам считать себя кавказцами мы не можем. Да ради бога, считайте как хотите. Ну что, какая разница, Кавказ или не Кавказ, мы же все братья, или ты забыл, такая реакция у тебя, мы должны быть все равными. Так никто и не говорит, что мы не братья, братья, все верующие братья. Но то, что мы все верующие братья, это же не делает нас, ях, кавказцами. Я что-то не понял этого замечания. Причем здесь братья мы или нет, и вопросы кавказа. Там людей называют выходцами из конкретного региона, выходцами из которого они не являются. Причем здесь братья мы или не братья. Тем более эти четыре отморозка, они мне не братья, сто процентов. Тамбовский Волкем, брат. Летучий ирландец. Понятно, что предки азербайджанцев – кочевые тюркские народы. Но наш народ уже сотни лет живет на территории, включая южных ребят Кавказа. Зачем исключать нас, создавая предмет для плохих отношений? Прошу прощения, кто это вы? Про кого идет речь, можно уточнить? Субтитры создавал DimaTorzok